То у нас как любят делать распаковки товаров, что купили. Но это распаковка, то что куплено при военном положении. Перед выходом была воздушная сирена, а по пути увидел отряд террообороны с автоматами. И что ж тут получилось сегодня? Вот такой хлеб от частной пекарни 14 гривен, типа турецкий, за наличку появился. Видите, красивый, как булочка. Вот такой вот лук, полкилограмма лука, сейчас по 20 гривен, это тоже на рынке за наличку. А вот это в АТБ завезли днем хлеб. Вот такая буханка хлеба, написано вроде как полкилограмма. Херсонский горчичный хлеб 18,80. Это в 3 часа дня куплено. Вот такой майонез, 380 грамм, 30%, 15,80. Вот такая редька, по 13 гривен килограмм, чтоб на салат. И чесночина, тут где-то грамм 40, а килограмм чеснока 100 гривен стоит в АТБ. И вот это получилось, вот эти 4 наименования, 41 гривну 20 копеек. Но в АТБ можно было рассчитаться карточкой. Вот так вот. А вот это уже за наличку на рынке в киоске по 14 гривен батон. Ну, наверное, он таки тоже полкилограмма. Но он сжимается. Ну и лучок из расчета, как я говорил, 20 гривен килограмм. Тут полкило. Потому что в АТБ лука нет. Ну, вот так вот. В АТБ очередей сильных не было. Можно спокойно скупиться. В фирменном магазине хлебозавода по-прежнему нету хлеба. Люди вот это вот на рынке. Хорошо, что частные пекарни стали выручать. Ну, а так было необычно. Террооборона на школьном автобусе подъехали к объекту. И человек 30 с автоматами вышли. И так оно, ну, смотришь, вот люди, обычные люди, не военные, ничего, в домашней одежде, с повязками. И так оно, ну, вот, необычно выглядит, что как-то чувствуется. Ну, сегодня день солнечный в Херсоне, где-то плюс 8 градусов. Ну, вот так вот при военном положении на краю города идут бои. И удалось сделать такую покупку. Ну, а что пожелаю? Чтоб, как на этом пакетике, смайлик. Что все будет хорошо. Эта редька, конечно, интересная. Она насквозь розовая такая, красная. Но это для уровня цен. 1 доллар стоит 30 гривен. Вот такое изобретение сделал гражданин в супермаркете. Скорее всего, это АТБ по улице Мира. Полиэтиленовый пакет одел на кассе. И, в принципе, маска. Но если почитать нормативные документы, то там кругом идет марлевая. И, соответственно, к такой маске можно придраться, что она не соответствует стандартам. А так, смотрите, вот эти на уши одел, ручечки. И все как раз подходит. Это такие бесплатные пакетики кругом для набора овощей или других там продуктов. Ну, а если в магазин прийти в противогазе, то тоже это нарушение. Надо на противогаз одевать, соответственно, маску. Ну, напишите, может, что-то вы такое интересное придумали. Субтитры сделал DimaTorzok